Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исфирь». И сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. В этой главе рассказывается о том, как царь повелевает воздать почести Мардахею. Но прежде всего давайте посмотрим, что о Мардахее пишут древнехристианские экзегеты, в частности, древнехристианский экзегет Афраат в своем труде Тахфиты. Он пишет. «Исфирь» Избавился от своих гонителей. Тем не менее, Мардахей сидел одетым в рубище. Он спас Исфирь и свой народ от меча тем, что Иисус облегся в плоть. Он спас церковь и чад ее от смерти. Из-за Мардахея Исфирь нашла благоволение в глазах царя и вошла и села вместо остинь, которая не выполнила его желания. И из-за Христа церковь нашла благоговение в очах Бога Отца и перешла к царю вместо синагоги, которая не исполняла его волю. Мардахей убежал от преследований силой молитвы. Мардахей убеждал Исфирь, что ей следует поститься вместе с подругами, дабы освободиться ей и народу от рук Амана. Иисус убеждал церковь и ее чад поститься, чтобы освободиться от гнева. Мардахей получил почести от Амана, своего преследователя. Иисус обрел великую славу от своего Отца вместо его Христа гонителей, людей неразумных. Мардахей наступил на шею Амана, своего преследователя. Что касается Иисуса, его враги падут под ноги его. Пред Мардахеем Аман заявил, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Что касается Иисуса, его проповедники вышли из народа, который гнал его и сказали, он был сын Божий. За кровь Мардахея расплатился Аман и его сыновья, а кровь Христа на гонителях его и на детях их. Мы видим, что древнехристианский экзегет Афраат в своих Тахвитах проводит такие интересные параллели между Мардахеем и Христом. Это связано с тем, что Ветхий Завет – это икона событий Нового Завета. То есть как бы тень будущих благ, которые все исполнились с приходом Христа. И мы читаем начало шестой главы. И в ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел слуге принести памятную книгу дневных записей. И считали их пред царем, и найдено записанным там, как донес Мардахей на Гавафу и Фару двух евнуков царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксерса. На самом деле они могли это сделать, потому что они оберегали порог царской спальни. И сказал царь, какая дана почесть и отличие Мардахею за это. И сказали отроки царя, служивший при нем, ничего не сделано ему. А уже висельница поставлена во дворе Амана для Мардахея. Когда царь расспрашивал о благодеянии Мардахея, пришел на двор Аман и сказал царь, кто на дворе. Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардахея на дереве, который он приготовил для него. И сказали отроки царю, вот Аман стоит на дворе, и сказал царь, пусть войдет. И вошел Аман и сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почести, кроме меня. Вот Аман в этот момент был в апогее своего величия. И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне, на городскую площадь, и провозгласят перед ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Вот всего этого Аман желает, конечно же, самому себе. И сказал царь Аману, хорошо ты сказал, тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, здесь еще есть надежда у Амана, что это все для него, и сделай это Мардахею иудеянину, сидящему у царских ворот, ничего не опусти из всего, что ты говорил. Представьте себе паузу, что происходит в сердце Амана. Но Аман не может ослушаться царя. «И взял Аман одеяние и коня, и облек Мардахея, и вывел его на коне, на городскую площадь, и провозгласил перед ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Здесь Аман является образом Ветхозаветной синагоги, которая предполагала, что вся слава будет в небесной жизни принадлежать только им, да и в земной жизни Бог их всех возвеличит. И они проецировали все библейские откровения только на себя, не догадываясь, что истинный Израиль, истинные потомки Абраама, это не те, которые таковы по плоти, а это те, которые таковы по духу. Как и сказано у апостола Павла, «Не тот иудей, кто внешний таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто внутренний таков, и обрезание которого на сердце». А к язычникам как относились евреи? Как к Аману, к Мардахею, вот так они относились. Ничего хорошего они не желали. Гоям, как они называют неевреев, но Христос меняет вектор жизни. Сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «И взял Аман на деянии коня и облег Мардахея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Это та реальность, которая осуществилась. И возвратился Мардахея к царским воротам, то есть после этого торжества. Похоже, он серьезного значения этому не придал, как человек смиренный. Аман же поспешил в дом свой печальный и закрыв голову, то есть он как в трауре покрыл свою голову. Ему было стыдно смотреть на людей. И пересказал Аман зарежь жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним. все, что случилось с ним, то есть это бесчестие для него. «И сказали ему мудрецы его, то есть советники его, и зарежь жена его, если из племени иудеев Мардахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним, ибо с ним Бог живой». Мудрые люди и та же жена Амана понимают, что не так все просто. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана «Иди на пир, который приготовил Исфирь». Мы помним, что уже был один пир с участием Амана и царя, а теперь второй пир, на котором Исфирь хочет высказать все в лицо Аману. Амана